В этом году тематика Дня психического здоровья прежде всего касается молодых людей. Почему? Ответ очевиден. Юноши и девушки, живущие в современных условиях, особенно подвержены расстройствам. Спровоцировать болезни могут разные факторы. Не будем углубляться в медицинские темы и термины, но сакцентируем. В последние годы все более актуальной становится проблема буллинга, травли молодых людей. Специалисты об этом говорили неоднократно на неделе психического здоровья, реиницировали которую сотрудники сети клубных домов «Калейдоскоп». Круглый стол посвящен проблемам буллинга, кибербуллинга, интернет-зависимости молодых людей. Актуально потому, как в понедельник у нас был тематический кинопоказ, и мы спрашивали у студентов колледжей, сталкивались ли они с этими проблемами. И люди говорили, что да, мы сталкиваемся с этим, увидим это повсеместно, это есть везде. И некоторые сказали, что принимали участие в том, чтобы предотвратить, либо заступиться за человека, который подвергается травле. Круглый стол на тему буллинга, кибербуллинга, интернет-зависимости молодежи состоялся на кафедре психолого-педагогического факультета и университета имени Пушкина. В руле эксперта выступали представители областного психоневрологического диспансера, психологи и специалисты по социальной работе Брестского клубного дома «Калейдоскоп». Мы проводим ряд мероприятий, каждый год это неделя различных мероприятий. Проводится психологическое консультирование в этом году молодых людей, их родственников по различным ситуациям. Потом интерактивное общение, просмотры тематических фильмов и обсуждения с привлечением экспертов. Специалисты говорят, профилактика психических заболеваний начинается с простого, лучшего понимания и внимания к тому, кто рядом. Будь то коллега по работе, сосед по лестничной площадке, лучший друг или близкий родственник. А еще советуют повторять 100 тысяч раз в день слова. Жизнь прекрасна, тогда никакой буллинг и кибербуллинг вам не будут страшны. Продолжение следует...